Лёг спать, проснулся, а не умыться, не уборную посетить не получается. Такая участь ждёт в Балакове должников за водоснабжение. Объявления о том, что неплательщиков отрежут от канализации, появились на дверях Балаковских подъездов в начале июня. Мол, до конца месяца оплатите долги. И вот дошло дело до реальных действий. Сегодня мы произвели отключение канализации, так называемую блокировку, задолжность которого составляет 50 376 рублей. Прежде чем идти на крайнюю меру, с ним работал контролёр этого дома. Неоднократно приходил, разговаривал с ним о том, что задолженность надо гасить. Но никак не отреагировал абонент, не пришёл в водоканал, не составил графика рассрочки платежей. Поэтому нам приходится идти на крайние меры. Сегодня отключена канализация. В эту квартиру заглушку хотели поставить год назад. Тогда долги абонента составляли более 30 тысяч рублей. Он умолял работников водоканала не отрезать его от блага цивилизации. Уплатил одну треть долга и клятвенно заверил. Остатки платежа внесёт в ближайшее время. Но прошёл год, а долг вырос до полусотни тысяч рублей. Теперь уже должнику никак не оправдаться. Кстати, современные технологии позволяют отключить должника от канализации, причём соседи при этом не страдают. Так называемую заглушку ставят на выход трубы именно из квартиры неплательщика. Для этого нам даже не надо в квартиру попадать к абоненту. Мы отключение осуществляем из общего стояка канализационного. Специальное оборудование. Пять минут. И вы отключены от канализации. На сегодняшний день у Балакова водоканала 170 тысяч абонентов. И 10 тысяч из них – должники. Мы с должниками боремся двумя эффективными методами. Первый, который мы применяем – это взыскание задолженности в судебном порядке. Путём вынесения судебных приказов, потом подключается служба судебных приставов, задолженность взыскивается. Помимо основной задолженности, с должника ещё взыщут расходы. Судебные, госпошлиные и исполнительный сбор. Ну, приятного мало. Если у вас арестуют все карточки, да, половину зарплаты, и плюс вы ещё сверху заплатите, помимо задолженности. Поэтому очень не рекомендую доводить ситуацию до этого. И вот второй способ – это ограничение канализации. Установка заглушки – мера крайняя, но продуктивная. Согласитесь, если в квартире не работает слив, то жизнь в ней становится кошмаром. Недалее, как неделю назад, мы ограничили в одной квартире водоотведение. По словам соседей, люди из квартиры были вынуждены съехать. Потому что жилое помещение становится фактически непригодным для проживания. Зубки ещё почистить можно, а уже тратить воду в большем количестве не получается. За 20 дней до ограничения канализации должнику приходит уведомление. Беседу с ним проводит контролёр. Неплательщику предлагают произвести рассрочку платежа. И если в этот период долги за воду будут оплачены, то жёсткие меры к нему не применяются. Ну а если никакие уговоры оплатить услугу на человека не действуют, а долги копятся годами и превращаются в десятки, а то и сотни тысяч рублей, то тут уж не обессудьте. Готовьтесь жить без канализации.